Да, расскажи мне, то есть он целиком на винтах? Да, гайки, болтчики, вот он, видишь, гайки, болтчики, всё-всё собрано, вот смотри. То есть его можно разобрать, соответственно, да, но дороже получается, чем у заклёпок. Ну, заходит, что да, заклёпок знаешь сколько, стоит упаковка только одна прилично, даже если я клёпок, то я достану, это не проблема, а у упаковок ты только разоришься. Да, согласен, работа кропотливая, сам видишь, да. Представь это всё, да, напилить, замерить, там плюс-минус мебельные какие-то. Да, да, совершенно верно, это очень хороший вариант. Да, вот представь, каждую вот эту полоску всё это соединить. Ну, это получается целиком алюминиевый, то есть здесь стали нет вообще? Да, стали нет, ну только сталь, вот, да, борты, это чтобы не порвало. Ну, как порвал, ну, борт есть борт. Дальше у меня вообще затея дальше, это пускай пока, всё это будет съёмно, вот эта часть хочу полностью, сюда ставятся эти, ну, не трубчатые, ну, понял, да? Чтобы крышку можно было снимать, надевать и наращивать ещё можно. Ну, наращивать не обязательно, хотя бы такое, да, в общем, груз вдруг габаритный, да, то я могу это снять, хрен, но сейчас я ничего не делал, пока держу так. Уже это удар был или это от нагрузки? Да, это я, я, я не вписался. Ну, в принципе, зато это всё ремонтопригодно, на заклёпках, соответственно, так бы нельзя было сделать. Клёпки, да, ты их будешь мучиться, совершенно верно, а здесь я взял, разобрал болты и эту планку, вот, видишь, да, отдельно всё могу вытащить и просто заменить, согласно размеру, совершенно верно. Да, работа кропотливая, скажу честно, вот, городский, видишь? Да, как? Да, понял. Ну, нормально, кстати, удобно. А по-другому ты как ещё сделаешь? Ну, сам понимаешь, вот, да, их открыл? Да, видишь у меня, да? Я их продлил просто, чтобы упор уже был, иначе так-то провалиться туда. Ну, а как ещё вариант? Я не спорю, может, кто, чёрт возьми, и лучше сделает, я ничего не говорю. Не-не-не, оно прикольно, прикольно, да, но вот не хватает того, что можно сверху что-то положить, вот, с этого момента. Это, знаешь, и, во-вторых, я тебе сейчас вам скажу, вот я вожу 25, мне уже тяжело. Ну, у меня ещё и простой велосипед самка не был. Потому что колёса очень большие. А, нет, легче с ними стало, до этого было тяжело, это надувно. А какие до этого были? А до этого у меня были жёсткие, не накачивающиеся. А, нет, я имею в виду... Да, этих легче стало, и я лучше стал ездить. А, нет, я имею в виду... Да, этих легче стало, и я лучше стал ездить. Особенно, когда груз положишь, ты знаешь, не знаю, я думаю, просядут. Вот я вроде 25 гружу, оно зашибись идёт. Угу. А велосипедные, не знаю, хоть пишут многие, типа, до 100, а нет, все это пишут. Ты учитывающая сила, велосипед, вес и плюс тягу. Нет, здесь надо рассчитывать. Здесь подшипники или просто... Да, телега, она же там внутри подшипники, а что это... А, от переднего колеса, усиленное. Я не знаю, давай потом прокинуться. Вот так смог, эх, сообразить. А, ну и нормально. Всё, рама, да, скручена. Да. У кого есть деньги, я бы, вот, будь у меня побольше, да, я уж так-то максимально толще взял. Ну, бывает, говорят, ещё толще. Ну ладно, я бы просто из такого профиля собрал бы его. Угу. Полностью всё. Квадратный профиль? У меня денег, а у него не было. Ну и то держит, благодаря усилению всему вот этого. Ну а колёса, видишь, как сообразило. А ось была родная или ты шпильку пилил? Зачем? Пилил всё это. Подгоняешь под диаметр и всё, и всё закрутил. Мне вот единственное, кажется, что было бы круто, если была бы целиковая ось. Есть такая у меня. Ну, пока бы сдержусь. Вроде бы пока работает. А хватает? До этого у меня стояло… Дорожного просвета хватает? Конечно, Лысович. Ну, по бордюру… В какого варианта я ничего не придумал, только так. Потому что была затея насквозь, ну, не прошёл у меня ещё этот номер, мне не понравилось. Посадка получилась ниже. Некоторые как делают телега? Колёса прямо внутри самой телеги. Ну, неудобно тогда груз. Ну, и груз неудобно, и зазор будет меньше. Да, и зазор будет меньше. Совершенно верно. Вот у меня сколько? Вот я выровнял. Ну, не знаю там сколько. Мне понравилась, конечно, идея вот этого. То есть, именно то, что просто петличка. Ну да. Да. И всё. То есть, и есть свободный ход вверх-вниз. Всё-то я к самому крюк вцепляю. Ну, как у меня страховывается. Ну, правильно. Ну, никуда не денется. Вот. Полностью, видишь, зацепим корпус. Угу. Чтобы не сорвало, да? Да, его фиксор рвёт. Вот он сам помашёл. Во-вторых, он маленько помогает, чтобы телега не люфтило. Угу. Угу. Ну, очень здорово помогает тросик. Вот я вот, сначала за крюк, и потом он меня и гайку. Вот этот трос, он у меня за крюк на велосипеде. Угу. Ну, покажу сейчас. Вот и всё, я закручиваю. Конечно, хочется вот это что-нибудь другое придумать. Ну, это пока шумно. Или что? Ну, типа, знаешь, измой был, а сюда раз, наткнул, и всё. Ну, понял, да? А, быстрее что было? Да, да. Ну, это можно взять карабин. Так, жёстче лучше вот этот вариант. Пробовал трубку металлическую, она погнулась. Так, по высоте получается даже выше здесь, да, спереди, чем на задних колёсах. Ну, теперь это чуть повыше, да. Ну, я не знаю, сколько там. Даже если я выровняю, вот примерно, посмотри со стороны. Ну, мне кажется, чуть-чуть повыше он. Ну, велосипеде идут чуть повыше. Чем вот эти, чем грузки. Проверят, увидят, дорогу. Так, всё, баннер заказал. Ну, эти, я сам придумал. Эти, отвещающиеся вибраторы продаются. А баннер прям вот ты просто распечатал и потом вырезал? Нет, зачем? Я занял в телеге размеры, всё, к ним приехал, и всё. А, я тут загнул, я думал, что ты их отрезал. Нет, тут не стало. Надо было, наоборот, вот этот сюда, чтобы пыль не лезть. Я пробовал, что никак, нехватка. Ага. Она была размер побольше. Угу. Ну, мне эти там то делали, они говорят, мы теперь учтём, ещё надумали же другой баннер. А снизу ничего не подкладывал? Нет. Просто проще, я вон внутри же. В принципе, сколько получается, год ему? Ещё нету года, да? Да, ну какой, в марте месяце закончился. Ну, уже баннер, конечно, всё равно, да, начинает. Да, езжу, да. Ну, вон, я говорю, задел тогда, побил. Ну, бывает, знаешь, где ещё? Он ничего нету. Думал сюда бросить что-нибудь. Ну, думаю, с другой стороны, у меня груз лишний ни к чему. Понимаешь, чем телега легче, лучше, вторых ты учитывай груз. Ну, разумеется. Ну, я говорю, 25, я вот ещё тяну, больше уже всё не могу. А взвешивал его в сборе? Нет, конечно. Как я взвешиваю? Как я взвешиваю? Как я взвешиваю? Да, чем он весит, мне кажется, ну, на твой взгляд, подними сам. Как ты ориентируешься здесь сняем, а? Ну, к 30, наверное, а то и больше. Ну, вот. Вот и представь, ещё груз сверху ляжет. Да, то есть уже можно взвести. Ну, сам понимаешь, что... Ну, самое тяжёлое что здесь? Колёса. Видно. Внутри USB. Вот этот баннер, он тоже имеет всё такое. Всё остальное... То есть есть необходимость ещё облегчать. Да не, ну куда, он тогда всё погнётся. Я также думал вот сделать вот это всё жёстче. У меня есть профиль целиковый. Ну, профиль-то немного вещи. Вот он, вот он, кстати, да. Нет, а ты знаешь, набралось и вес прибавился. Было тяжело уже. Вот такое ещё можно. Ну, представь, сколько спите. Я почему принял решение сделать именно пластины. Всё. Да. Ну, вроде держится прочно. Здесь вот такой ствол боковой центральный пустил, что для усиления. Ну, у меня же не предназначено сюда пластины. Ну, как бы, да. Это больше... Даже не от осадков, а, скорее всего, от ветра, от пыли. Так, да. Прикрыть груз. Прикрыть груз. Вот недавно я ездил вон. То в Леруа ездил, ведро краски привёз. Ну, два точнее. То он вчера ещё ездил в дом и усадьбу. Ну, тут вообще всех размеров практически, да. И маленькие, и большие, и плоские, и уголки. Вообще всё-всё-всё. Где-то что-то, где-то по усилению, да. А я у меня дальше доделал. Типа этих трубок, там, впустить и всё. Хочу. А это просто вдевается всё вверх. Ну, это я всё потом сейчас сжал. Пока будут... Да. Это надо как-то будет ещё... Я такой уже посчитал. Чтобы не болталось. Чтобы не шумело. Да нет. Ну, болтается оно, чтобы не только колёса. И вот это... Нет, ямёт, если будет вставляться. А, ну, это да. То есть, какие-то надо будет барашки ставить. Скорее всего, да. Ну, это, по ходу дела всё можно сделать. А так, нет. Вот скажу честно... Всё, посмотрел в интернете, как эта вся фигня просто выглядит. Вот. На толк там ничего. Я просто увидел ящик. Ну, всё и стал соображать. Вот у тебя получилось, грубо говоря... У стандарта, конечно, ПДД соблюдал. Не должно превышать 70 сантиметров. У меня 70-60 с чем-то. Ну, это сам прицеп. А ещё колёса. И метра в длину. Ну, там написано, что... ПДД прислали я бумагу, я запрос сделал. Что перевозимый груз не должен превышать 75 сантиметров. Даже сам груз работает. Да. Это я сделаю больше машин. А устойчивость вообще получается шикарная. Да. А повороты? Даже дорогу выйдем. Повороты как вписывается? Уже приноровился. Всё без степы. Уже знаешь сколько проездил. Не слишком большой? Не, нормально. И ещё, знаешь, какой вопрос? Для машины вот это вот видно. Ну, то, что оно получается снаружи. Они какую дистанцию держат? Они, наверное, большую дистанцию держат. Ну, от меня-то да. Я дороже на дороге. Ну, я же соблюдаю правила. Ну, это понятно. Я уже привык, знаю какой-то. Ну, приноровился. Просто приноровился. И всё. Сначала я когда сделал, я здесь по набережной ездил. Потом подальше. Ну, рыбацка, так, отгибал. Ну, учился. Чтобы не понять. Вот первый раз я и подумал. Я не вписал. Бывает. Так. Хорошо удар тупой был, поэтому и понял. А какие ещё ты хочешь изменения делать? И потом уже выехал я ночью. После 11. Ну и всё. Я начал по городу петлять. Меня гайцы. Ну, и всё нормально. Они им понравилось тоже. Говорят, молодцы. Светоидиозные ленты сделали. Ну да, отражатели есть. Да, отражатели есть. Они ещё и померили меня. Говорят, вы норме даже соблюли. Потому что я смотрел. Ну, тут колёса только выступают. Да, да. Ну, колёса хочешь не хочешь. Ну, ничего не скажи. Хочешь не хочешь. Да, некоторые делают там внутрь. Топлять их не видно. Ну, получается, тогда ты груз не бросишь. Я вот два ведра бросил, да? Вот. И то уже, знаешь, как говорится. Так бы... Угу. Ещё что будешь делать, кроме вот сменной крыши, съёмной крыши? Какие-то остальные доработки? Или всё вообще нормально? Да, в целом-то всё нормально. Дальше уже будут походы. Фигу. Да. Колёса тянут отлично. Я поставил надувные, да? Это у меня жёсткие. Сейчас надувные. Не, ну, жёсткие-то это да. Ну, единственное, привыкать надо. А почему не захотел велосипедный, это узкий, двадцатый? Сложнее закрепить их? Да и сложнее, да, эти проще. А во-вторых, я фиг его знает по грузу. Вот я поставил в чеку, да, в субботу. Сколько? Тридцать килограмм. По южному мосту не смог забрасывать. Что с пешком идти? Поним, да? Что я собираюсь. Нужен стопор, да, ещё какой-то? Да можно, а можно, знаешь, у меня посреди кольцо убрать. А, просто. Да, да. Вот так, наверное, колёсикам помогает. Когда круглона и пыловато, колёсикам пасишь. Угу. Конечно, пинус один это привыкать надо… Габаритом... поворотом. Да. Ну, возить, что привыкать. Не забывать, что взорвать. Я уже приноравился, я уже не сразу. Вот допустим, пускай я на полосе стою, пелик здесь, я уже вижу какое расстояние у меня должно быть. А у тебя зеркала есть на велосипеде? Да, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Они должны чуть-чуть быть назад, даже если ты сам интернет откроешь, то увидишь. Это-то понятно. Мне просто интересно, если еще назад их сдвинуть. Ну тогда здесь я как бы боюсь, меня бы уже не обратил. Здесь тоже прям. Ну вот как ты этот момент повел? Мерил. Вот видишь тросик? Я его цепляю сперва. Так, все. Вот он в любом случае. Видишь, даже в случае сорвется. И все это вот он. И болт уже фиксирует. Вот он. Даже в случае чего вот он. Этот уже ток на крюк отберяется. Даже кайцы. Скорее молодец. Ну вот это понял, да? Видишь, неудобство. Ну карабин можно использовать. Надо же такую штучку, чтобы вдел, и она типа вот так потом стала. Ну да, на односкоростном, конечно, тяжеловато. Хотя резина тут стоит необычная. Если в солнце я въебал, да. Да и то. Просил, чтобы мне купили. Если что, у меня сейчас резина есть новая. Любые запчасти дешевые. Сейчас там прохочу вам заднее крыло поменять. Тело-то что-то зимой поправлять. Ну видишь, да, у меня должно быть наоборот, да. Зад-назад, ну как это, да, видишь, у меня часть обломилась. Угу. То есть не здесь. Ну, крепеж. Ну, таким вот там я. Продумаю, я беру. А какой радиус поворота? Поехали. Как и велик крутой. Ну, то есть метра три-четыре. Прикинь, это больше. Здесь ты, наверное... Здесь сто вольт. В принципе, у колес свободный ход у задних, поэтому можно как угодно крутиться. Ты же еще фиксируешь колеса. Взять. То есть здесь метра три. Ширина дороги. Ну, классно. Ну, видишь, оно и колесо, видишь, здесь прямо. Угу. Так, а это, получается, у нас... Колеса свободно ходят. Какой диаметр примерно? Двадцатка. Ой, и внутренняя тоже. Ну, диаметр, втулки. Диаметр колеса. Двадцатка. А, само колесо? Угу. Вон, написано. Вон. Четыре восемь на четыре. Четыре – это ширина, а четыре восемь – это посадочное место. Я почему хотел на двадцатых колесах, чтобы он повыше был? Потому что сейчас, видишь, получается, он у тебя немножко под наклоном стоит. Ну, это правильно. Он и должен быть маленький. Ну, зазор какой приличный у меня. Даже если взять от нижней. Смотри, там целых где-то больше десяти точно. А, я вырыв подъем. Ну, у меня я езжу хороший. Ну, нет, там в целом ровно с этим. Ну, надо так шау тут гадать-то, знаешь. Ну, это надо прям в целом-то вот. С самого начала делать тестовый прицеп и на нем экспериментировать. То есть, поднимать, смещать. То есть, какой-то, знаешь, про... Нет, я регулировал только стойку, когда бил. Все. По высоте. Да, совершенно верно. Вот эта уже была намертво впущена. Дальше только вот эту регулировал. Да, я ставил велик и свечил. Все, когда крюк сделаем, он окончательный, больше никак. И все, я только эту регулировал. Первый раз я вообще высоко взял. Ну, на одном болту посмотрел. Узил моё. Руки поймут. Вот я эту пришил. Эту пришил. А потом к ней уже вот эту. Все. Когда я уже поймутся, у меня зафиксировалось все. Да, тут надо листы делать. Прям вот так дырок насверлить. И под любой велосипед. Одну и вторую. Все. Я уже видел. Вот. Я имею в виду, что, чтобы можно было вообще под любой велосипед подобрать. А-а-а. В этом плане. Ну, я понял. Ну, под любой. Ну, опять же, под любой. Смотря, к чему-то крепиться будешь. Я к багажнику, видишь, как. Русская пластина и крюк. Я другого варианта для себя не видел. Багажник, кстати, такой мощный. Интересно. Вот так и продавался. Давай сразу прикину. У меня багажник выдержит запас. А так, по идее, многие, знаешь, как делают. Пропускают полностью втулку, да, вот с крюком. Есть такие большие. Или там наращивают. И вот, вплоть под сиденье вот сюда. Оп-а, упирать. Типа, как багажник. Ну, я подумал, нафиг. Это не такое необходимости узнать, чтобы багажник. Нет, так, вот это самое интересное из того, что я видел. Я все это разрабатывал. Это не так просто. Я что же думал. Смотрел в интернете, читал что-то. Нет. Лучший оптимальный вариант вот этот. Я еще на форуме там подписан, который людям выложил. А так, как стояли тонкие колеса и не надувные, на них тяжело. Поверь, груз бросаешь, тяжело и все. Пусть то, если я еще тяну, а вот гружу, но уже тяжело. Почему я сменил колеса? Все, я понял. Ну, я взял два вида колеса. И надувные, и нет. Надо еще этот флажок, чтобы издалека было идти. А, ну или туда, да. Здесь он нафиг не нужен. Ну, сейчас попробуем. Вон, видишь, что ментарно зато идет. Ну, конечно. Или так я уже приноровился, поверь. Если бы не вот� Done, начали. У меня ехать будет. Че, поехал. Я Jason съобщил? Ты что, поехал? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...